Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет немного не того формата видео нашего канала. У нас, конечно же, больше всякие приколы. Сегодня хотелось бы затронуть тему коронавируса и общей ситуации в Латвии. Секрет, что есть два лагеря людей. Одни напуганы с полной серьезностью, относятся к ситуации. А есть второй лагерь людей, которые более спокойно относятся к этой ситуации. Они выходят на улицу, живут в обычном режиме, конечно, чуть более соблюдая меры предосторожности в плане гигиены. Но также есть третий тип людей, которых вы не встретите ни в интернете, ни в комментариях, ни на улице. Это пенсионеры и старички, которые напуганы больше всех, потому что в силу своего возраста. И сегодня мы хотели бы... Конечно же, это будет капля в море, но мы хотели бы немножко поддержать наших пенсионеров, наших старичков. И сделать небольшой такой добрый жест, просто поддержать их продуктами, грубо говоря, максимально, насколько это возможно. Где гречка? В магазине нету гречки. Реально не можем найти гречку. Гречка 3.38 была. Вы представляете, что происходит в нашей стране? Гречка 3.38. Мы недавно вернулись из России. Гречка там стоила... 40... Нет, вру, вру, вру. 38 рублей. Это примерно... Ну, это меньше 60 центов. Если гречки нету, то овсянки полно. Какое печенье кушают старички? Эти конфеты любят все. С выбором не промахнешься. Надеюсь, с баранками мы не промахнемся. Вдруг у кого-то зубов не будет, но... Кстати, их можно тоже сосать. Нормально. Сейчас будет самое ответственное задание для Кассина. Валера, надо расфасовать все по 5. В разные кульки. Не перепутать, хорошо? Да. Ты справишься с этой задачей? Я постараюсь. Я не могу. Это... Это кадр. Валера, ну хватит. 5? Конечно. А сколько ты принес? 5. Где? Ты дурак? 3. Ладно. Тем более, знаешь, это же не орешки, которые там типа 90, либо 85. Это коробки огромные. Тут всего 3, либо 5. Просто на x2 написано, я подумал. 3 на x2 не хочет 5. Никогда не шути. Это не твое. Аккуратно едет. Друз. Давай, держи в руках. Валера, зачем тебе колесо в машине? Ну, это не мое. Откуда у тебя не твое колесо в машине? Коротко о Валере. Вот как. Просто как. А если бы мы сейчас поехали? Ай, Валера. Блин. А мы можем дойти до вашей квартиры? Мы бы вам хотели бы подарить эту коробочку, просто она тяжелая, и мы вам ее донесем до дома. Ой, спасибо большое. Как вы себя чувствуете в связи вот так? Ну. С новостями тоже. Дружок надо как-то. Ты не все получаешь, и сиди. Как есть, так и рассчитывай. А как вам без лифта на пятый этап? Тяжело подниматься, я думаю, в шире? Тяжело, когда ты счет-чет несет. А так и все ничего. Мы, наверное, так легко заходить не будем, чтобы... Ну, хотя просто некоторые люди думают, могут заразить. А, ясно. Правильно. Ну, спасибо большое. Большое спасибо. Ну, поставь просто вон, наверное. Ой, собачка у вас, да? Ну, побольше уходи. Все, желаем вам здоровья, и чтобы вирус вас не коснулся, и все было хорошо. Вот тут еще водичка. Да, желаем. Все. До свидания. До свидания. И успеха. До состояния. Это Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь предлагают еду. Дешево. Влад, мальчик. Нет, не предлагают. Это вам подарочек. Подарочек. Просто вот, чтобы у вас все было хорошо, и... Ой, я думаю... Как-то этот вирус большой. Ну, я должна заплатить вам? Нет, нет. Нет, нет. Вы ничего не должны. Это все скушать. Да? Вот. Куда вам? Вот тут и заставить. Все хорошо. А кого-то вам нужно? Нет, нет, ничего не нужно. Желаем вам... Ой. Это вы стариков обхаживаете, да? Ну, вот, вот да. Многие не выходят просто на улицу, не отборятся, и... Все. Да вы ничего не дадите. Ну, спасибо. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Все. Спасибо. Все счастливы, да? Ага. Вам тоже некоторые старички при виде коробки сразу говорят, сколько вам заплатить, а что, а как, а почему, а за что. То есть люди настолько не верят, что все может быть просто и без корыстных каких-то целей, что, ну, в общем, в любом случае, я хочу опять же повториться, это видео не какой-то самый пиар, а просто сагитировать вас, ребята, чтобы вы сделали то же самое, потому что я, посмотрев это видео, в интернете, как делают в России, реально, вот родил желание, сделать то же самое. И когда передаешь эту коробку, получаешь удовольствие и твоя, ну, не то чтобы карма, но вот ты внутри себя лучше начинаешь чувствоваться. А так посмотрит один, второй, третий, а четвертый посмотрит и сделает то же самое. Мы вам продукты хотели бы подарить, но там тяжелая сумка. Да нет, какой-то там, спасибо больше. Не, нет, это нам домашнее задание задать. Спасибо, у меня есть. Здравствуйте. Это для вас посылочка. В связи с ситуацией в стране, вот, помогаем людям, чтобы ничего не надо, просто возьмите и желаем вам здоровья. Рикан, ты можешь? Да, держите. Ну, мы не будем заходить, походим в квартиры уже. Все, до свидания. До свидания. А, вот теперь открыто, да? Нет, погоди. Ну что, Валера, драндулет твой. Ну давай, открывай. Я не знаю, я кто сыграл. В смысле, Валера, алло? Давай, сломай еще ключ, и мы не уедем отсюда. Понимаешь, мы не можем посылки достать, алло? Что смешного, Валера? Без понятия. Картина с закрытым багажником. Отдаю Кассину спецзадание справиться с задачей, передать посылку для бабушки. Посмотрим, как у него это получится, сможет ли он пару слов сказать. Давай, без своей актерской игры. Третья, это как второй, только на этаже лучше. Чтобы вам в очень раз приходить в магазин. И от нашего сердца вошел. Спасибо, Таша, что я могу в сердце. Все, все, это вам все. Давайте его посадим. Нет, нет, мы хотим все отдать. Сахар. Бананы, то есть все, что... Знаете, в очень раз. Нет, нет, пожалуйста, возьмите все. Нет, нет, нет. Там уже ваза. Мы не можем отдать кому-то половину? Нет, нет, пожалуйста, женщины. Разрешите, нет, я вам оставил. Нет, нет, не надо. Возьмите, потому что, ну, кому мы отдадим половину? Давайте вам все, я еще моречку дам. Нам не сложно и вам приятно. Не надо, у меня в ответ есть. Не надо, другим-то отдадите, спасибо. Ладно, спасибо, до свидания. Конечно, и меня. Собсоробой нет. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А тут разводят продукты пожилые люди. Спроси никому, я говорю, ну, можно, а вам, а вам тяжело ходить. Спасибо. Не-не-не, возьмите, это волонтеры, они специально пожилые люди, так как у нас сейчас, знаете, какое положение в этом? А вам тяжело, так сказать, о тяжести? Нет, у меня есть кому принести. Да, ничего. Ну, просто поставь и все. Наши, наши ушел в жак, ваша. Да, это было. Спасибо. Что, знаете, ничего, придашь не ходить, а то, ну, что же у вас? Если даже вам приходите, спасибо уже, так много. Сейчас. Да, ничего. Спасибо, Наташка. Ну, и выходите, потому что из крана вода, ну, кипяченая вода, другое. А у вас не только болят, но у вас один-то. Да, ну, большой голос, спасибо. Желаете, все хорошо. Спасибо, хорошего вам. Хотел сказать спасибо нашему оператору Джону, спасибо Валерию за то, что предоставил свою ласточку и помог нам развести эти коробочки. И спасибо вам, что посмотрели видео до конца. Хотелось пожелать вам больше позитива, чтобы это видео унесло еще немного позитива в ту обстановку, которая сейчас у нас в стране. На самом деле не все так плохо, и скоро это все закончится. Вот. И если у вас есть возможность, помогайте старичкам, помогайте тем, кому хуже и тяжелее всего сейчас, в данное время. Спасибо, что посмотрели до конца. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok